привет дорогие друзья сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом фаршированной рыбы это идеальный рецепт который вы можете использовать и нигде у вас и никогда не будет проблем нам понадобится 550 грамм чищеного лука режем мы его хаотично в данном случае это крупным кубиком мы его будем жарить на растительном масле до коричневой корочки мы его еще посахарим для того еще сладенькая была наша рыжка рыба мою я буду использовать карп и сазан карп и сазан у меня уже порезанные зеленые от косточек и от кишок а еще нам понадобится для фарша чуть-чуть обеденного хлеба а пока я дорезаю лучок поставлю на огонь сковородочку на медленный огонь отлично и так забрасываем на сковородку 150 грамм масла растительного и лучок лучок жарим на медленном огне до полной готовности для теплого пока он не станет коричневым для фарша рыбного нам понадобится в общем 750 грамм рыбы из которых 400 это карп и сазан 350 после того как перекрутили всю рыбу и у нас продолжает жариться наш лучок мы добавляем молока хлеба нам понадобится 50 грамм и 100 грамм молока замачиваем в молоке пока дожаривается наш лук спустя 40 минут после жарки лука он уже потемнел так нам нужно мы добавляем одну большую столовую ложку сахар перемешиваем и поджариваем еще около пяти минут на слабом огне для того что наш лук карамелизировать лук отправляем на сито для того чтобы полностью стекло масло и он максимально быстро остыл после того как лук остыл мы добавляем растопленное при комнатной температуре сливочное масло и перекручиваем лучок который у нас поджаренный уже затем перекрутим хлеб с молоком после того как мы это все перекрутили вместе нужно тщательно перемешать руками в течение пяти минут для того чтобы насытить фарш кислородом только потом можно добавлять соль и перец после того как мы тщательно перемешали добавляем 3 яйца и снова тщательно перемешиваем еще 3 минуты после того как мы хорошо насытили фарш кислородом добавляем перец и соль и теперь то же самое проделываем на протяжении пяти минут выбиваем хорошо фарш до того состояния пока у нас фарш не будет отлипать от рук расстилаем пленку растения на пленочку на столе выставляем наш фарш формируем из него такую колбаску и равномерно распределяем фарш предварительно ставим воду для того чтобы можно было сварить а а теперь последний процесс заворачивание в пленку очень важно выпустить воздух из-под пленки но это можно сделать чуть позже отлично вот он вот хорошо затягиваем края затем нам понадобится еще пленка а также деревянная шпажка или зубочистка кого здесь пробиваем там где воздух для чего это мы делаем потому что при нарезке фарш может просто ломаться из-за того что очень много свободного пространства нам этого будет достаточно отрезаем и ставим вариться отправляем наши рулеты вариться на 55 минут при медленно кипящей воде обязательно накрываем крышкой ну что ж полностью готова наша рыба фаршированная она уже и остыла стура у него должна получиться пористая и мягкая сейчас я уже полностью сниму пленку и вы будете видеть полный результат ну что ж осталось дело за малым это подать на праздничный стол рыбу фаршированную можно было сделать шкуре карпа но я были больше люблю когда она фарширована рулетом консистенция как видите не рушится то есть плотная пористая все как положено для фаршированной рыбы ну что ж готова наша рыба фаршированная к праздничному столу я желаю чтобы у вас получился именно так по такому рецепту вкуснейший рулет всем желаю приятного аппетита ставьте пальцы вверх всем пока пока